В 12-й раз Омск принял всероссийский турнир юношеской серии по бадминтону на призы мастера спорта международного класса Андрея Антропова. На протяжении трех дней на девяти кортах, организованных на ядре омского велотрека, кипели нешуточные страсти. 160 спортсменов из 12 регионов страны боролись за призы в трех возрастных категориях. Наиболее ярко на турнире выступили гости из Татарстана. В их делегации почти каждый из 20 прибывших в Омск спортсменов смог добраться до медали. Скорее всего, такой всплеск связан с недавним открытием в Казани центра бадминтона. Ежедневные тренировки и правильный настрой, по словам спортсменов, это все, что необходимо для успешных выступлений. Пришлось играть быстро, но соперница тоже была быстрая, поэтому тяжело. Не всегда получалось играть. Расскажите, как ты себя настраиваешь на игру перед выходом на хор? Что делаешь? Слушаю музыку, которая помогает мне выигрывать. Стоит отметить, что представители Татарстана взяли золото в 10 из 15 возможных разрядов. А некоторым из них удалось сделать хэт-трик, заполучив победу в миксте, а также парных и одиночных разрядах. Таким удачным выступлением смог похвастаться Павел Монич. Мне понравилось, как я сыграл в одиночку. Выиграл достаточно сильного соперника. В финале выиграл своего напарника, он тоже очень сильный соперник. И я рад, что это получилось. Для меня самое сложное одиночное, я считаю. Поскольку парный микс у меня получается очень хорошо, и там из-за моего роста и длины я могу спокойно доставать все валаны. А в одиночной категории там нужно бегать по всему городу, ну как бы передвигаться больше. И поэтому мне больше нравятся пары и миксы. У хозяев турнира на этот раз все складывалось не так удачно, как в прошлом сезоне, когда они сумели завоевать 13 наград. Но тем не менее, есть юные звездочки, которые смогли добраться до призового пьедестала. К сожалению, у нас сейчас прошла небольшая смена поколений, скажем, потому что старший возраст ребята 2001 года сыграли в спартакиаду, и они уже не играют, переходят во взрослый возраст. Ну, сказывается, небольшой такой, скажем, спад есть. Но тем не менее, у нас в призеры попали в старшие возрасти Борисова Вероника и Панина Мария. У нас в призеры попал Марк Вальдер. Ну и, конечно, наибольшего успеха добилась Сашка Родионова. Вот это, так скажем, наша новая звездочка, на которую мы так рассчитываем. Александра Родионова взяла серебро в одиночном разряде, уступив представительнице Свердловской области Анастасии Петуховой, а затем в тандеме с ней же стала победительницей в парном. Также в арсенале Александры Бронза в миксте. Обе девушки отметили, что они были друг для друга самыми сложными соперницами. Сделанки сегодня пришли удачные. Самое сложное – это когда я с Настей играла, да, в одиночку. Тренер нам говорит всегда, что когда в одиночку играть, надо сразу пристраиваться, если даже в пару играть вместе. Самое сложное было выиграть финальную игру. Запоминающий момент. У меня три первых места. Напомним, что данный турнир трехзвездочный и является одним из этапов отбора сильнейших спортсменов 2004 года рождения на первенстве Европы. Сейчас же амичи продолжают активную подготовку, чтобы в конце октября показать лучший результат на первенстве России, которое пройдет в нашем городе.